так здрасте дорогая публика вот сразу немножко ухудшилось значит зрение видео немножко у меня ухудшилось видно идет запись да это мы сегодня занимаемся разговорами по скайпу александром станкевич усом это значит питерский по-прежнему ленинградский некий такой религиозный мыслитель ну-ка правильно вас надо назвать наверное приг else неq и ne aconteceu нет смысле я не занимаюсь так прямо профессионально и на теологии но просто занимаюсь апологитик ـ периодически христианства при чем христианство западного христианства как и так сказать католицизма правильно иногда даже уions так и прославленной церкви в россии а тоже стараюсь по мере сил смягчать со стороны там атеистов и просто таких людей леволиберальных взглядов. Леволиберальных взглядов. Так, ну что, значит, мы хотели поговорить для начала о том, как повлияло христианство и повлияло ли оно вообще на гибель Римской империи, ведь оно появилось как раз вот в тот момент христианства, когда в общем-то Римская империя клонилась к закату своему, да? Ну, скорее как. Разве кто-то утверждает, что повлияло? Мне казалось, что таких вот людей нет или есть? На то, что христианство именно отрицательную роль сыграло в падении Римской империи, очень много людей, к сожалению, медийных об этом утверждает, но в том числе даже те, кто были у вас в гостях, например, Ежа Сармат об этом говорил на своих стримах, когда рассказывал, что христиане уничтожали библиотеки, ну в том числе Александрийскую, самую крупную библиотеку, потом Маргинал об этом говорил и Николай Росов об этом тоже, ну мы с ним даже об этом спорили в свое время, что христианство, оно прям очень отрицательно сыграло и в развитии Римской империи, то есть склонило ее к упадку и, соответственно, к дальнейшему научному развитию тоже. Ну, кстати, по поводу Александрийской библиотеки, насколько я помню, ее все-таки сожгли арабы, когда захватили Египет-то, нет? Нет, скорее всего, версия про арабов это уже, ну она не имеет оснований, она очень поздняя, не имеет особых оснований считать, нет оснований считать, что там вообще были какие-то книги к тому времени. Но более-менее консенсус сейчас среди следователей на том, что библиотека, вот именно библиотека, а не квартал, там не храм с терапевом, в котором тоже была часть фонда Александрийской библиотеки, она была уничтожена императором Аврелианом, когда он подавлял там восстание с Александрией. То есть, так сказать, между делом, заодно, да? Вообще там неоднократно случались войны, случались гражданские войны, подавляли там восстание, там была, значит, чума во втором веке, которая привела к восстанию в самом городе и к наплыву беженцев. Цезарь еще ранее, да, в первом веке до Рождества Христова тоже подавлял там, участвовал в подавлении гражданской войны среди птолемеев, да, там, Клеопатра на одной стороне, ее братья на другой стороне. Тогда Брухио, вот этот квартал, в котором Александрийская библиотека, собственно, и расположена, была расположена, сильно пострадал от пожара. Ну, то есть, очень много всего было, чтобы мы могли сказать с большей или меньшей уверенностью, что винить христиан именно уничтожение библиотеки там в 391 году, это, нет на это никаких оснований. А там, кстати, еще в тех местах активно действовали монахи, монахи, вот египетские монахи, причем это была версия монашества, эти вот, так сказать, монофизиты, да, вот эта вот версия, которая, в общем-то, говорит сейчас... Парабаланы. Как, как? Парабаланы еще называются. Парабаланы еще называются, да? Довольно, довольно агрессивные, да, такие монахи были, но именно к Серапеву они не имеют отношения. Не имеют отношения, да? Точнее, к уничтожению Александрической библиотеки они не имеют отношения, а когда был разрушен Серапеву, как храм бога Сераписа, там уже книг никаких не было, судя по различным источникам, и христианским, и языческим. Разрушили его в ходе непрекращающихся конфликтов между христианской и языческой общиной. То есть, в принципе, в 4 веке перманентные конфликты по всей территории Ринской империи между христианами и язычниками, они случались постоянно. А в Александрии особенно, потому что Александрия была очень такой многокультурным городом, и там часто случались беспорядки на этно-религиозных таких началах. Вот для меня это вот открытие было. Раньше я об этом не задумывался, а сейчас действительно, оказывается, вот накладывалось на жизнь Римской империи вот от последних ее веков конфликт между христианами и нехристианами, язычниками. Получалось, что это, в общем-то, действительно будоражило их. Но к этому можно прибавить еще конфликты с иудеями. То есть, язычники, христиане и иудеи, они конфликтовали между собой в Александрии, в той же самой, ну там, где были иудейские общины, там были проблемы. То есть, в принципе, в Римской империи все было довольно-таки неспокойно с социальной точки зрения. Тут... Понятно. Понятно. Ну и что, собственно, как вы будете парировать заявление, что вот это вот неспокойствие, которое было внесено в жизнь, значит, Римской империи, вот наличием там таких вот враждующих этно-религиозных групп, да, ну это, понятное дело, это не помогало стабилизировать ситуацию, наверное, да? Конечно, не помогало, но надо понимать, что Римская империя, она находилась в состоянии нестабильности задолго до появления христианства как мощной силы, да? То есть, христианство уже было, но оно стало заметным, наверное, к веку, к концу третьего, к четвертому веку, да? А в Римской империи, скажем, скажем, в третьем веке, там был кризис третьего века, и постоянно одни императоры сменяли других, то есть солдатские императоры, и в целом, как вот пишет Эдриан Голсуорти, у него такая книга очень интересная, «Падение империи», у него там очень много разных причин, почему империя в итоге склонилась к упадку, он пишет, что империя, она клонилась к упадку своему медленному уже с первого века, то есть там и интенсивность, значит, торговых путей корабли, по количеству кораблекрушений можно косвенно узнать, как развита была торговля в Средиземном море, то есть если кораблекрушений меньше, соответственно, меньше ходило кораблей, то есть эта интенсивность, она снижалась на протяжении этого времени, потом была еще очень сильная инфляция все эти четыре века, в Римской империи, потому что содержание серебра в динарии падало, то есть это экономическая причина, тоже очень весомая. И в целом гражданские войны, какие-то конфликты в Римской империи, они были задолго до вот этих споров христиан и язычников, то есть империя терзалась ими постоянно. С другой стороны, нужно понимать, что конфликт язычников и христиан во многом будет спровоцирован самим государством, то есть если бы государство в конце третьего столетия при Диоклетиане не стало проводить централизацию, управление и рост бюрократии, в ходе которого государство посягало на независимость полисов, на независимость куррельной аристократии, особенно в восточных провинциях. Куррельная аристократия, она была, как правило, сначала языческой, и государство использовало христиан в каком-то смысле, чтобы бороться с этой куррельной аристократией, потому что христиане были, как правило, выходцами из обычных ремесленников, из сельского населения, а куррельная языческая аристократия была, так скажем, над всеми ними. И государство стравливало эти группы, эти социальные слои, каким путем? Оно лишало куррельную аристократию земель, с которых та кормилась, в результате чего куррельной аристократии приходилось повышать налоги в самом городе, из-за чего городские жители, они уходили в сельскую местность, города беднели, и язычники начинали обвинять христиан в том, что они вот уходят, что возникают какие-то проблемы, налоговые поступления падают и прочее. В Ветеринской империи же там существовало очень высокая степень самоуправления, там же не было, она не была такой прям единый, монолитный, да, это было просто такое лоскутное одеяло, по сути, это не было централизованное государство, как некоторые, кстати, думают, что это было такое централизованное единое государство, которое вот, его взяли, христиане там развалили, еще кто-то. Вот Симах, например, в 393, в 383 году обвинял христиан в том, что они виноваты в неурожае, потому что вот, христиане, они, значит, не следуют закону предков и прочее. Не приносят жертвы богам, да? Ну, они... Если там боги, значит, нам не смилостивились и плохого... В таком духе, да, в таком духе все это выставлялось именно так. Но предрассудки, так сказать, явные, что называется, да? Предрассудки, конечно. Потому что христиане, они были вполне себе патриотичны, что доказало, скажем, осады Рима в 409 году, кажется, Готэм, Аларихом, в ходе которой христиане выступали за продолжение. Ну, они хотели удержать город, император на тот момент был христианский, а римские язычники, сенаторы, они просто-напросто город сдали Готэм, поставив удобного и Алариху, и самим себе нового императора, который бы начал языческие... возвращать язычникам их права, скажем. Прежде всего, финансовые права, потому что там в основном конфликт был, повторюсь, именно в финансовой сфере, так как язычники последовательно лишали своего экономического актива земель, а также привилегии, ведь все языческие храмы, они спонсировались из императорской казны. Вот эти богатые языческие праздничества, церемонии, это все постепенно на протяжении четвертого века это все сокращалось, финансирование со стороны государства всех этих вещей сокращалось. Это язычникам, сенаторам не нравилось, они теряли, конечно же, значительный источник доходов. А вот Константин Великий это годы жизни какие примерно? Это какой век? Константин Великий, тот, который ну, разрешил исповедование христианства и более того, сам перед смертью крестился, стал христианином. Это последние четверть третьего века и первая половина четвертого. 1200 какие-то года, да? Так, а вот, кстати говоря, ну, третий век это 1200 какие-то года, да? Нет, третий век это 275-й. 200, да, возьмите, 200, да, тысячу я добавил от себя, так сказать, тысячу это от меня, так, это в подарок. Извините, пожалуйста, с тысячи это, конечно, да. Вот, так я что хочу сказать-то, ведь потом Восточная Римская империя, она же оставалась христианской, она еще потом тысячу лет просуществовала, и ей Восточная Римская империя, там, где, кстати, оставался и Александрий на тот момент, ей не помешало христианству продолжать существование еще до 1453 года, правда, она постепенно таяла, 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 уже к 13-му, к 11-му веку она уже Египта не имела, ничего этого у нее не было, там у нее оставалась только вот передняя Азия, то, что называется, то, что теперь территория Турции у нее оставалась частично, да, но ей это не помешало христианству. Тем не менее, она даже смогла в 6-го веке вернуть обратно Италию, и даже в какое-то время Северную Африку, то есть, значительные территории западные, которые находились под западной юрисдикцией, они были возвращены на какое-то время, конечно, ненадолгое время, но тем не менее, им силы-то хватило на это. То есть, она оставалась великой империей, вот с нее пример была Россия, когда принимала христианство восточного обряда, да, это так оно и было. Византия повлияла, конечно, на нашу государственность, на нашу историю сильно повлияла. Да, 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 ну, конечно, там восточная Римская империя, в отличие вот от западного христианства, она вот таким вот внедрением своей цивилизации не занималась. И главное, что вот дикари, а мы для нее тогда были дикари, окрестились, ну, и хорошо будете, значит, теперь православными, значит, вроде как нам с вами не надо воевать. Будем с вами придерживаться какой-то вот такой вот дипломатической, значит, есть некая дипломатическая платформа, да, вот общая религия у нас с вами, ну, и все хорошо. И вы на нас нападать не будете, а мы в нужды нам, вы нам больно, ваше это самое далеко там в лесах и еще где-то кому вы там нужны, жирите там себе, к нам не ходите со скандалом, торговать торгуйте, да, вот так к нам было отношение. А вот западная церковь, она как раз распространяла свою западную цивилизацию, западные порядки, западную архитектуру, да, это было очень важно. Ну, кстати, Византия все-таки старалась удержать контроль над русской церковью, и когда, если не ошибаюсь, тут я не могу сказать, что очень хорошо разбираюсь именно в истории русской церкви средних веков, но, по-моему, в 15-м столетии, когда у православной церкви в России, на Руси, точнее, еще, появился свой митрополит, кажется, в общем, она отделилась от Константинополя. Этот процесс... Самостоятельность, появилась своя патриархия, да, это было долго, очень добивались этого. Не, ну, к тому времени, что, значит, 15-й век, 1453 год, падение Константинополя. Да, потому что никто, особенно, ни на что он особенно повлиять не мог в Константинополь в тот момент уже. Это, кстати, печально, но факт. Так, ну, что же, получается, что, да, вот, оказывается, есть люди, которые утверждают, что это христиане развалили Римскую империю. Сейчас, наверное, разобраться трудно. Свидетелей тех дней уже, очевидцев нет сейчас уже, да, все остальное так более-менее эмоционально воспринимается, да, кто что написал из тех участников событий, да. Так, ну, вот, что обвиняется, в чем активно обвиняется церковь, особенно, простите, западное христианство, это в конфликте с, скажем так, наукой. Тормозила, науку церковь, да, вот смотрите сами, говорит, вот закончились языческие времена, а языческие времена закончились чем у нас? Закончились, значит, ну, какие там у нас славные фигуры, да, Архимед, математики были, да, вот, был у нас Пифагор, стали в Александрии Египетской уже изучать, значит, так сказать, конические сечения, конические сечения, это эллипс, парабола, гипербола, это называются конические сечения, сечения конуса, вот, вот в эту часть, а потом вдруг бац, как-то и все это свелось всего лишь навсего к прочтению этого самого греческим, все науку заменили трудами греческого философа Аристотеля, вот, на все случаи жизни, если надо, читайте там, что вам не достает Священное Писание, там почитайте, вот, и вроде как это затормозило, очень сильно, и тормозило это, это я не помню в каком году, так сказать, Буридан был, Буридан был ректором Сорбоны, Парижского университета, и он был в очень хороших отношениях с тогдашним парижским епископом, которого звали Стефан, да, не знаю, как его звали на французский, но вот у нас его зовут Стефан, да, вот, и вот они как-то первые, так сказать, подставили под сомнение Аристотеля, и даже Буридан, так сказать, в физику как-то так ввел, некое новое понятие, значит, значит, у Аристотеля как? Тело движется, потому что у него действует сила, ну, совершенно, так сказать, алогичная вещь, тело движется не потому, что у него действует сила, сила может ему помогать двигаться, так и тормозить, а то, что телу сообщен импульс некий, да, кинетическая энергия, побуждение к движению, да, импетус, как назвал его Буридан на латыни, вот, вот, говорит, импетус кончился, тело и упало, у него тоже были наивные представления, вот кинули тело, оно летит, вот так вот, по прямой, потом импетус кончился, оно взяло и упало, и возникает вопрос, а что было просто не посмотреть, как оно летит-то, да, понимаете как, но вот даже Буридан, он не отошел, вот, от той вот классической, системы мышления, когда эксперимент ни во что не ставился, ну, все только были логические рассуждения, да, вот вся тогдашняя наука, рассуждения логические, только вот во времена уже Галилео-Галилея, которого, кстати, ваша католическая церковь-то преследовала, что ни крути, что было такое, я хоть и заступаюсь, говорю, там у них были свои разборки, на самом деле, на самом деле, там были важные отцы церкви, которые его поддерживали, который бы покровительствовал, и вот это какие-то там свои внутренние разборки, кому-то он там не понравился, ну, что скажете-то, что скажете на эту тему-то? Ну, начать с Галилея, или? Да, как хотите, хотите хоть с Буридана, хоть с кого раньше? но тут смотрите, как произошло, понятно, что вот сама версия, что христианство отрицательно сыграло в развитии научного мышления в Европе, она была создана в 18-м столетии, то есть во время французского просвещения, особенно, она очень была популярна, тогда же появились миллионы сожженных инквизиций, вот у Вольтера, к примеру, цифра 1 миллион женщин, которые были сожжены инквизицией, за колдовство, хотя современные ученые источники поднимают, нигде 5 миллион найти не могут, но вот Вольтер почему-то откуда-то его взял, то есть это, по сути дела, миф, к которому присоединилась также черная легенда, которую создавали в свое время во время войны с Испанией англичане, эта черная легенда тоже гласила, что вот католики всегда были против науки, против знаний, эта инквизиция всех убивала, там ущемляла и прочее, то есть надо понимать, что представление, что христианство отрицательно сыграло в развитии науки, и что вот между античностью и ренессансом, как обычно именно так показывают еще картинки, там мемные есть в интернете, вот идет античность, дальше просто чернота, это христианские средние века, и потом ренессанс, опять наука появляется, но это на самом деле не более чем миф, не имеющий ничего общего с реальностью, почему, ну потому что даже если мы возьмем современных российских ученых, которые занимаются этим вопросом, не знаю насколько они прямо самые-самые свежие, в частности, у меня вот есть такой сборник, космос и душа называется, который составлен историками средних веков, там в частности есть статья Пиама Гайденко, в которой она как раз рассматривает, а как собственно наука появилась, потому что в античности науки-то не было, была протонаука, потому что античное мышление, оно не могло создать науку в силу определенных языческих представлений о мире, которые заключались в том, что все, практически все, что нас окружает, имеет душу, то есть это анимистические представления, раз у всего есть душа, у камней, у деревьев, у небесных тел, значит в общем-то они действуют так и хотят, а не так, как положено законами, которые неизменны. Что-то там какое-то эхо я слышу. Нет, я не слышу, у меня все нормально. Да? У меня все нормально. В общем, античное представление о мире, оно заключалось в том, что человек, в общем-то, игрушка в руках богов, вся его судьба, которая никак не может повлиять, это просто умереть и быть призраком в загробном мире, да, у них даже не было понятия о рае для всех, там понятно было Лизиум, куда попадали какие-то герои, была возможность обожествиться, как Герак, к примеру, его стали воспринимать как бога, хотя, по-моему, он был наполовину бог, ну, божественное происхождение, но и человеческого тоже. Но большинство людей, в общем, вся их судьба составлялась, очень печальная была. То есть, прожить в этом мире, на который ты не можешь никак повлиять, ты можешь его только наблюдать. Кстати говоря, говоря о том же Аристотеле, у него тоже подход был чисто наблюдать за всем, объяснять, да, давать объяснение явлениям, но, тем не менее, на основе наблюдений. Не на основе экспериментов, а именно на основе наблюдений. Да, вот экспериментальная наука им была совершенно чужда, да. Вот, в этом была проблема. Христианство, естественно, не сразу, потому что христианство тоже должно было набирать, скажем так, свою силу, и античность, она же повлияла на первых христианских богословов, выслителей, они сильно, находились под сильным влиянием. Христианство, оно, если можно так сказать, убило природу. То есть, у природы души нет, у камней нет души, у деревьев нет души, у планет нет души. Есть только Бог, человек, Бог сотворил весь мир, который движется меру, числом и весом. Да, это прямо цитата из Библии постоянно мелькает, там, у Августина того же самого. Значит, раз он сотворил весь мир меру, числом и весом, значит, мир можно изучать. Но, естественно, у христиан, у богословов, на первом месте стоял Бог, да, то есть, теоцентричность абсолютная. Но в то же самое время, через теологию, через познание Бога, мы можем прийти к познанию Его творения, потому что творение – это благо. Раз Христос пришел в мир, воплоти, да, значит, сам Бог воплотился. Соответственно, плоть, как у гностиков или как у Платона, это не зло. Это то, что, в общем-то, благо, это то, что можно изучать, это то, что достойно изучения. Вот у Платона, например, насколько я помню, у него, в общем, такие негативные отношения к материи. То есть, у него дух должен избавиться от плоти. Плоть, она не то, что даже вторична, от нее вообще нужно избавляться. У гностиков это было представление, что плоть – это зло. У христиан же плоть, она не была сама по себе злом. Злом было, собственно, злом было герехопадение, которое извратило замысел Бога, извратило плоть. Ну, в общем-то, с помощью Христа, с помощью благодати можно постепенно от этого зла избавляться. Соответственно, мир, в общем-то, сам по себе неплохой. И это, конечно же, начало науки, начало научного мышления, потому что наука не могла появиться, пока не появилось такое отношение к миру, что мир, в общем-то, неплох, что его можно изучать. Если вы мне позволите, я немножко возражу вам, а где-то поддержу вас. Дело в том, что, ну, вот, в общем-то говоря, я с вами по большому счету согласен о том, что в античности, в античности, ну, с наукой было туговато, но, тем не менее, астрономия была. Раз. Появилась система мира Птолемея, это вполне себе система мира. Два. Уже тогда определили, значит, форму земного шара. Что это земля-шар? Это греки определили. Это три. Ну, была геометрия, это, само собой, осталось, так сказать, в основах. Ну, тут Аристотель, он уважаемый человек, но вот он как-то немножко все в сторону увел, слишком много философствовал, хотя вот у него это было. Вот чего я не нахожу в своей памяти за античными временами, это, значит, химии. Что-то там с химией было туго. Зато у них были кое-какие технологии. Вот, в Александрийской вот этой школе, ну, я не помню, как она называлась, сейчас мы ее так можно назвать Александрийский Политехнический Институт, да? Вот там, в принципе говоря, занимались конструированием всяких занятных вещиц, с использованием пара, горячего воздуха, вот такие вещи. В общем, какое-то такое вот исследование в области прикладной физики там явно совершенно велись. Вот, другое дело, что до нас следов не дошло. Еще у них было, но вот это вот почему-то для меня это загадка и не только для меня, для всех историков физики. Почему были линзы, а линзы были с незапамятных времен, линзы еще были в Трои. Вот в Троянском кладе Шлимана, да, там, значит, есть линзы. Вот, его линзы достаточно хорошего качества, фактически через них можно как через лупу что-то там объект разглядывать. Вот, если вы были в Москве в Пушкинском музее, там, где выставлен клад Шлимана, вот там эти линзы есть, впечатляет. Так вот, линзы были, очки были, но никто ничего ни в физике не интересовал сходом лучей в линзе, да, вот удивительно. Это уже гораздо более поздние времена, но линзы были. Вот, и что характерно, наука не остановилась в средние века. Помните, ваш папа римский, какой, папа Григорий XIII ввел григорианский календарь? Откуда он взялся? Потому что продолжали астрономы наблюдать и определили, что год несколько короче, чем раньше считали греки, да, 365 с четвертью дней он оказался короче, и поэтому григорианский календарь там, значит, три раза за 400 лет отменяется високосный год, чтобы, значит, так сказать, более корректным был календарь в отношении вот времен года, сдвигая, сдвижки, значит, дня летнего сенсостояния, весеннего равноденствия, вот, чтобы он, значит, был вот на месте, стоял на месте, да, чтобы вот никакие, так сказать, природные явления, связанные с изменением времени года, вот, не менялись. Вот, это все было в средние века, хоть это и темные времена-то были. А и самое главное, в эти темные времена развивалась алхимия. Вот это сам был... Предшественница химии? А? Предшественница химии. Это была та же самая химия, правда? Та же самая. Та химия, которая вот сейчас, она появилась только в 18 веке, когда появилось понятие атом. До этого, ну, а ее как-то называли, там, ядрохимия, еще как-то. Ну, в принципе, это была химия, что там говорить. Вот она химия была, вот она была наука. Ну, все так, чтобы, так сказать, топить за то, что в средние века науки не было. Наверное, это очень резко, но в то же время, вот, все-таки авторитет церкви, наверное, не всегда играл правильную роль. Всегда мог найтись умник, такой же умник, который находился в советское время, когда у нас была догма, значит, марксизм-ленинизм. Да, вот написано у классика, что написано у классика? Написано у классика, что, значит, наследственность, это свойство живой материи. Все. Какие там гены у вас, а? Давай-ка иди-ка в Сибирь, там, поработай, на лесозаготовках. Гены ему нужны, а? Генетики. Вот такая вот была картина. Та же самая и там была. Что скажешь, не так, не так поймут, прицепиться ведь? Ведь к этому самому, к Галилею, именно с такими цыплялками прицепились. Хотя я прекрасно понимаю, что вот это вот, папа римский, его окружение, были людьми, в общем, достаточно светскими. Они не жили мыслями, там, так сказать, о Боге, они своей политикой занимались, покорителем были искусств и наук, и медицины, и всего чего угодно, да? Абсолютно. Абсолютно. Но вот это всегда могло выскочить. И вот Галилей под эту телегу попал, да? Ну, там на самом деле все посложнее получилось, потому что Галилей, да, он вообще свои труды, он вообще был под давлением не из-за труды, а за то, что, как есть некоторые основания считать, он начал оскорблять уже непосредственно папу и вошел в конфликт личный, то есть там был личный конфликт между ними, потому что вообще его клир самого высокого ранга спонсировал, финансово в том числе, то есть ему помогали, и в том числе после процессов, когда его отпустили, он жил на вилле, последние годы жизни он проживал на своей вилле и на пенсии от Ватикана, ну, от Святого Престола, что вот это тоже интересно. И Галилей, как и Джордана Бруно, они, хотя вот Джордана Бруно, он закончил плохо совсем, но это уже на светских властях все-таки лежит. И Джордана Бруно все-таки он так вот, по моим понятиям-то, ученым естествоиспытащим. Вообще не был. Вообще не был. Ни разу. И так же его очень искусственно пришили к этому, значит, к мученикам науки, потому что где-то там он что-то там обронил по поводу множественности обитаемых миров. Вот это вот ему и зачли за науку. Да там, на самом деле, по-моему, 263 пункта, ему зачли в кратком изложении, там 263 пункта разных ему претензий. То есть там политических претензий тоже выше крыши, потому что он имел связи с протестантами. Вот это была проблема и Галилея, и Бруно, что они появились в то время, когда в Европе бушевал конфликт между католическим и протестантским миром. Поэтому любые какие-то отхождения католической доктрины, они могли восприниматься не с точки зрения, естественно, науки, а именно с точки зрения доктрины считались опасными, так как это было чревато. Они друг друга же воспринимали как военные противники, там за и той, и другой стороной стали целой армией. То есть тут даже не наука виновата. Потому что в том же самом 13-м столетии, если бы Галилей или Джордана Бруно или Коперник проживали в 13-м столетии, то вряд ли кто-то бы тронул или Максим, что они получили это какое-нибудь наказание от своего ордена. Например, как Роджер Бекон, он в своих утверждениях был даже смелее, чем Галилей, потому что у него там очень много разных... У него есть большое сочинение, малое сочинение, в котором он очень удивительные вещи пишет на самом деле. Он пишет там про лазер, как можно будет создать скопление солнечных лучей, которые потом будут все сжигать на своем пути. Он там пишет про поезда, про самолеты и про прочие вещи. Но он получил от генерала своего францисканского ордена именно из-за личного конфликта. То есть он там просидел какое-то время в монастырской тюрьме. Но это, по сути, понятно, что монастыря не тюрьма, там в келье он сидел. А потом, когда он написал сочинение, которое его оправдывает, он был на свободе, он был отпущен на свободу из этой монастырской кельи. То есть одно дело, это 16-е столетие, бушует война, по сути, гражданская война. Другое дело, это 13-е столетие. То есть надо понимать, что здесь политическая составляющая очень сильна. 17-е, кстати, столетие. В 17-м веке был Галилей. В начале. И в 17-м же веке случилась грандиозная самая европейская война, 30-летняя война. Это была, собственно, война между протестантами и католиками. Такая самая глобальная религиозная война в Европе, которая, в общем-то, обесценила в известном смысле религию, потому что там Франция, например, католическая в конце концов перешла на сторону протестантов. Вот как-то это все в своих интересах политических. Ну, в общем, очень сложно все это было. Ну, Франция вообще интересная страна. Они в свое время и османов поддерживали, как ни странно. Да, да, да. Ну, а вообще Европа все время поддерживала Турцию, когда у Турции возникал конфликт с Россией. Они не хотели усиления России, потому что, не дай бог, Россия захватит Черноморские проливы, не будет у нее ограничений с выходом в Средиземное море, не продлится ли ее экспансия дальше. Ну, вполне могла продлиться, если бы не остановили Черного моря. Ну, вот так вот получилось. Так, это замечательно все. Кстати, мне очень понравилось, что вы сказали по поводу изобретений, которые совершались в античности, но им не было практического применения. То есть, понимание каких-то вещей было, изобретения создавали, но в античности почему-то действительно многие изобретения, они не находили в себе места в бытовой жизни обычной, в экономике. Вот, что интересно, в раннее средневековье, когда, казалось бы, темные века, да, самые настоящие темные века, очень мало источников в том времени, и действительно, деурбанизация и прочее. Изобретений было довольно-таки много, в частности, тяжелый колесный плуг, да, там, усовершенствование упряжи для лошадей, стремяна появились для лошадей, подковы, потом, значит, трехпольный севооборот ввели в раннее средневековье, начали широко практиковать. И что еще важнее, большие колеса для водяных мельниц стали строить, и мельницы водяные стали массовым явлением в ранней средневековье уже, хотя в Риме почему-то практически не использовались они, хотя римляне наверняка могли с их техническими знаниями все это сделать. Ну, надо сказать, что вот из того, что вы назвали, стремяна были заимствованы, значит, у кочевников, это откуда-то, то есть мы из Монголии оттуда попали, а все остальное, да, насколько я понимаю, это европейская самостоятельная разработка, да. Ну, хомут еще. Хомут, да. Да. Ну, такие вещи, как там кодекс, да, то есть это книги уже более-менее полноценные, то, что позволяло получать доступ к информации в гораздо более удобном формате, потому что листать кодекс куда удобнее, чем свитком пользоваться. Сливочное масло, опять же, ну, такие вещи, там, мыло в брусках, там, много вещей. Когда мыло появилось? Я думаю, что мыло появилось после знакомства вот с Арабским Востоком во время покоя. мыло было и у римлян, просто именно в брусках таких, как в нашем современном таком понимании, но в ранней средней веке появилось. А до этого было жидкое мыло, да? Ну, по всей видимости, жидкое, ну, это твердое стартое мыло, да? А я думаю, что именно они пользовались маслом вместо мыла. Скорее всего, и маслом тоже. То есть, они умощались, потом это вот, ну, ароматическим маслом, да. А? Ароматическим маслом. Да, масло смешивалось с потом, грязью, соскабливали, пожалуйста, все, вот такой процесс вот был. Нет, 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 ну, вот такой вот, да, был способ. Нет, на самом деле, это нормальный способ такой, вот, грязь смешивается вот с этим привнесенным объектом, и уходит вместе с ним. Да, это такое вот, ну, в общем-то, и мыло похоже, только у мыла там еще поверхностно-активные вещества, которые активно эту грязь в себя, так сказать, забирают, да, отнимают, снимают с поверхности. Так вот особенно сильно умощаться, как в Древнем Риме сейчас мылом не нужно, намылился, все, оно само все съест, само все заберет. Ладно. А вот такая вот вещь, это мы сейчас говорили с вами про западную, а вот наша, восточная, как у нее складывалась история с наукой, по-моему, никак не складывалась, потому что до Петра Первого, собственно говоря, научным всяким изыском России была глубоко чужда. Это вот с Петром появились знания из Европы пришедшие, да, все эти вот... Наверное, конечно, не так хорошо, как в Западной Европе, понятно, потому что там в Западной Европе, скажем, к 15-му столетию уже 81 университет был, да, крупный университет, многие, кстати, современные университеты, они вообще были основаны в Средние века, и большинство из них папскими булгами, то есть вот Папа Римский, он очень активно, любой Папа Римский, он очень активно участие принимал в образовательной, в развитии образований, и даже в защите студентов, скажем, от горожан, потому что студенты и университеты, они же были кочевыми в какое-то время, студенты кочевали из одного города в другой, бывали конфликты между студентами и местными жителями, и Папа часто выступал на стороне студентов, защищал их. Конечно, такого не было на Руси, да, первый университет, у нас, кажется, появился не при Петре, чуть пораньше, по-моему, в 17-м столетии, в начале 17-го столетия, Академия, я вот забыл, как она называется. Валерийно-Грек Латинская Академия. Да, да. Это он и сейчас существует, но называется это Московская Духовная Академия. Ну вот, то есть, после Московского пожара она перешла, значит, в Сергиев Посад, ну, видимо, эвакуировались они в Сергиев Посад в 12-м году, в 1800-м, вот, а до этого она была вот в Москве Славян-Греко-Латинской Академии. Там учился Ломоносов, другие, насколько я понимаю, там его изучали не только, вот, так сказать, закон Божий, да и там иностранные языки, вот Славяна-Греко-Латинская она была, и плюс к этому там, в общем-то говоря, изучались и естественные науки в каком-то небольшом объеме, это называлось философия, вообще говоря. В ту пору ведь не было такого вот деления физик, химия. Натур-философия. Да, натур-философия, да, вот это как-то так вот называлось, да. Ну, это уже, правда, в 18-м веке там учился Ломоносов, ну, к тому времени, да, туда это особенно возникло. А так, до этого, понимаешь, совершенно чужды, даже конфликтов в науке не было. А когда уже появилась наука, это был, значит, у нас Петр Первый, который загнал церковь за Можай, да, у нас уже церковь, она самостоятельной силой уже не была, а хотя на самом деле перед этим, значит, во времена, скажем, вот, Рюриковичей поздних, во времена Первых Романовых, она обладала неким таким вот смыслом. Ведь наш двуглавый орел, это значит не только тело и душа, это значит светская власть и, значит, светская власть, то есть царская и религиозная власть, да. И вот последней, наверное, такой попыткой, так сказать, последним конфликтом между светской и религиозной властью был конфликт, наверное, между этим самым патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем, да, вот, когда Никон требовал, ну, практически тех же самых прав, чтобы у царя были, но царь это не допустил. И вот это кончилось тем, что сын Алексея Михайловича практически упразднил патриаршество на Руси и церковь стала так, подразделением государственной власти больше ничего, да, ей правил священный сенот, которым, оберпрокурором которым мог быть кто угодно, мог быть католик, мог быть протестант, ну, может быть, совершенно случайно, мог быть православный, но, скорее всего, были протестанты, потому что большинство служащих у царя были немцы, то есть протестант правил, значит, православной церковью. И вот часто бывало так, значит, звонят к обедни, значит, члены сенота едут в православную церковь, а протестант идет в свою кирку. Да, все, вот так вот у них было. Такой был порядок интересный. это, конечно, было, ну, как сказать, то есть церковь никакого влияния ни на что не оказывала. Ну, это, интересно, почему? Ведь можно сказать, что если монахи в Западной Европе играли очень большую роль в развитии науки, казалось бы, на Руси тоже были монахи. Может быть, все дело в том, что на Руси монахи не занимались активной социальной деятельностью, научной деятельностью, когда как эта деятельность прямо подразумевалась монашескими уставами на Западе. То есть, в принципе, орденов-то не было на Руси, таких как на Западе, развитых, францисканцы, бенедиктинский устав, доминиканцы, а вот францисканцы, опять же, Роджер Бекон, да, он был францисканец, кстати, Александр Гельский, там, Фома Аквинский, по-моему, доминиканец, ну, или францисканец, точно, вот не помню, но очень большое количество ученых в Средневековье, они как раз, это монахи. Почему на Руси не было? Может быть, потому что монашеский устав, монашеская жизнь не подразумевала такой деятельности, вот тоже можно поспорить, почему у нас не сложилось с университетами, почему у нас их не было, хотя, казалось бы, в общем, ну, Русь, не скажи, что бедная страна была, здесь были и города, и торговля, Русь вообще возникла, как транзитное торговое государство и монахи, богатые. Ну, сказать, что Русь была очень богатым государством, тоже, наверное, нельзя. Сравнить, скажем, вот ту Русь времен Рюйковича или Романовых ранних, скажем, с Римом, ну, совершенно невозможно, да, ну, вы понимаете. Ну, понятно, конечно. Или даже сравнить, вот скажем, с более восточными, с западными христианами, типа с Польшей, ну, тоже не сравнить, да, все-таки уровень богатства, которое государство могло привлечь в той же самой Польше, был выше, да, все-таки Россия, несмотря на свои необъятные просторы, вот такую вот славу, что вот она очень богатая страна, она богатая, это не была никогда, она была бедная страна, ну, бедная, не знаю, Новгородская республика, мне кажется, была весьма богатой, город был богатый, торговая республика, да, у нас тоже есть богатые люди, которые бизнесом заняты, о, олигархи у нас есть сейчас, ну, это всегда было что-то такое, но это нет, богатые-то есть, но в смысле, в среднем, такой вот среднем уровень, у него тот, вот он, скорее, бедная все-таки страна, и вот эти вот, чем больше богатых, тем больше бедных у нас, это какой-то вариант, есть места, где чем больше богатых, тем вообще, там меньше бедных, да, есть такие места, да, то есть, понимаете, вот колониальная там империя, да, ну, соответственно, свой народ тоже живет лучше, потому что его продукцию сбывают хорошо, какую-нибудь Индию, да, заставляют местных жителей там это покупать, да, ну, вот такие вещи, вот, а у нас такого-то не было. А может потому, что христианство поздно пришло? Это вот как раз к тем, кто говорит, что христианство мешало развитию науки, да, вот на Руси христианство пришло довольно поздно? Да, очень поздно пришло, пришло уже на уже сложившуюся почву, и, наверное, должно было вести себя так, чтобы быть не очень заметной, со своим уставом, оно в нашем монастыре стало, как можно меньше ходить, да. А ведь была у нас этапа, тоже вот разобщенность такой, вот Европа, она была очень разнообразна, но над Европой стоял Папа Римский, так или иначе, потому что каждый, значит, монарх, он должен был как-то от Папы Римского получить некое благословение, я правильно понимаю? Ну, Папа Римский, он мог, например, заканчивать войны, объявляя некие неперемирия, даже недели, месяцы, он мог отлучить какого-либо правителя, и тогда этот правитель становился, персоны Нонграда, и все, его могли, в общем-то, все другие правители имели право бить ему войну, то есть, это был авторитет, который, ну, в какой-то степени, такой арбитр между европейскими, не только королями, но и просто феодалами помельче, служил таким мощным авторитетом, конечно. А вот Россия в эпоху, вот эта вот феодальная раздробленность, как у нас говорят, удельная, удельная Русь, когда была, вот такого авторитета у нас не было, такого влияния церковь не оказывала, чтобы вот так вот. Не, ну, были моменты, когда, вот помните, значит, Дмитрий Иванович, прозванный позднее Донским, конфликтовал, значит, с Рязанью, например, он туда отправил, или сам туда отправился, Сергий Радонежский, и объявил, что он закрывает церковь, значит, не будет у них происходить ни венчание, ни отпевание, ни крещение, то есть все вот эти вот акты гражданского состояния регистрироваться не будут, да? Ну, и вот такой вот была такая обструкция, да, церковная, ну, и пришлось там, значит, Рязанскому князю Олегу пойти на некие уступки, хотя князь Олег был независимым государем, он был великий князь, так же, как ваш великий князь был, так сказать, литовский, великое княжество литовское, так было великое княжество рязанское, это значит княжество, государство, которое только одному богу подчинялись дальше, а московский князь все-таки был вассалом Золотой Орды, на Куликовскую битву вот он шел воевать против своего, значит, так сказать, сюзерена, да, что там говорится, он поссорился с сюзереном, что-то не так сделал, и случилась Куликовская битва, он был независимый, вполне себе независимый, значит, так сказать, монарх, но вот церковь на него тоже повлияла, пришлось помириться ему Дмитрием Ивановичем Донским. Ну, кстати, интересно насчет московского князя, он же собирал, аккумулировал все деньги, которые остальные князья платили о Золотой Орде. Они собирались сначала в Москве, а московский князь уже отвозил. Я читал, сейчас уже не вспомню автора, он писал, что, в общем, из-за такой роли московского князя получилось возвыситься в Москве, потому что в какой-то момент часть денег, которые собирали со всей Руси, она оставалась в Москве, а потом эта часть все больше и больше становилась, он вообще перестал отдавать эти деньги Золотой Орде, и в итоге и Золотую Орду починил, и всех остальных князей. Ну, у него там конфликты было из-за чего? С Мамаем, потому что, в принципе говоря, Мамай был покровительным Дмитрия Ивановна. В общем, откровенно покровительствовал. Мамай была такая идея. Мамай вообще был какой-то чудак большой, он книжек всякий читал, он поначитался всяких книжек, он был такой мыслитель арабский, жил он в Тунисе. И он, значит, первый заговорил о том, что если снизить налоги, то увеличится налогооблагаемая база и больше... И он это дело снял и велел московскому князю уменьшить, с него брать дань, да? Московский князь согласился, а собирал-то прежнюю дань со своих. Вот из-за этого полетелся на битва. Что ты это? Я твоему народу сделал скидку, а ты с него продолжаешь шкуру тянуть? Давай-ка на Куликово поле на разборку. И вот у них была эта разборка на Куликовом поле. Печальная, в общем-то, история. И в этой разборке, естественно, никто больше не захотел принимать участие, в том числе, значит, князь Олег Рязанский. Что он к этому какое отношение имеет? Он московский народ не грабил. За что ему, значит, идти туда отчитываться-то? Он тут ни при чем. Его никто не трогает. К нему никаких... К нему никаких предъяв, как теперь говорят, нет. Так все нормально. Ну, ладно, значит, вот российская наша церковь оказалась немножко в стороне от науки. Она никак ее не трогает и не мешает развиваться. А католическая, вот видите, тоже оказалась. А у них тоже есть, ведь у вас там Католическая Академия Наук в Риме, да, у Папы Римского? Папская. Папская, папская. Там конференции бывают, собираются ежегодные на тему астрономии, например. То есть научная конференция ученые собираются, в том числе и неверующие. Ну, то есть там нормальная все конференция? Там только конференция или ведется какая-то научно-исследовательская работа? Ну, какая-то ведется. Надо посмотреть на сайте там vatican.it, наверное. Там на разных языках. У них, по-моему, есть на эту тему там тоже определенные страницы, какую деятельность они ведут. Ну, это надо уточнить, какую именно сейчас они ведут деятельность. Вообще, насколько я помню, в основном там упор на астрономию, ну, вообще традиционно для католической церкви вот астрономия это такой особый объект интереса. Она постоянно этим занималась, в частности, из-за того, что надо Пасху вычислить. В такой вот необходимости практически развивается... Первые суббота, после первого воскресенья, после первого полнолуния, после дня весеннего равнодействия. Так кажется, формулировка? Я вот точно не скажу формулировку. Там сложная система. Такая формулировка. То ли первое воскресенье, то ли первое воскресенье после первой субботы. После первого полнолуния, после дня весеннего равнодействия. Это как у евреев Пасха, первая суббота. А у нас, значит, первое воскресенье после первой субботы. Чтобы все было как тогда. Как в год распятия Христа. Понятно. Вот такая вот картина мира. Ну, то есть, как такая благостная. Я как-то не знаю, к чему прицепиться. Да, и, кстати, давайте вот еще что отметим. Ведь никогда католическая церковь не утверждала, что земля плоская. Нет, это вообще известная тема. Никогда считал, что земля шар. Вот действительно, вот все это представления были такие классические, что земля шар, 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 шар и все. Никаких разговоров о том, что земля плоская не было. Этих разговоров не было уже со времен, наверное, Птолемея. Да и даже раньше, когда греки определили радиус земли, вот это уже с тех пор было все нормально. И Папа Римский делил между Испанскими и Португальской империей землю тоже по какому-то там меридиану. То есть, тоже вот он между ними велел сказать, это вот будет Испанская, это Португальская часть. Владейте. Вот такие дела. Ну что, поговорили мы про роль христианства? Вот, кстати, касательно плоской земли, хотел просто отметить, что мне не удалось найти источник такого массового заблуждения, потому что, скажем, про миллион убитых инквизиций у нас есть Вольтер, а вот про поводу плоской земли я не знаю, откуда пошло такой фейк, но я подозреваю, что, скорее всего, этот фейк тоже пошел из 18-го столетия. Скорее всего, оттуда. Да, а, кстати, а сколько все-таки инквизиция перебила народа? Ведь действовала инквизиция, то давайте так уж. Ну, инквизиция, она вообще не могла никого казнить. У нее не было таких полномочий. Она отдавала бы светской власти, которая этой казнила. Да, которая казнила. Но вот данные, которые современные, самые современные, там до 100 тысяч это максимум. Причем там, скорее всего, 40 тысяч за все время существования инквизиции могло быть сожжено, казнено людей. Причем подавляющее большинство людей было отпущено на свободу. То есть там, в принципе, задача человека убить, казнить, и она не ставилась. Как, например, любят иногда сравнивать со Сталином, да, сталинские тройки, они вообще сталинские репрессии, они носили характер, там не искали, кто виноват, кто прав. Там вот был план столько-то расстрелять, план выполняли или перевыполняли. У инквизиции таких задач не стояло. Она старалась, там очень было много возможностей и этапов человеку сойти. То есть ему предоставляли буквально в смысле слова постоянно спасительный шанс. Он, скажем, как Жорданом Брун, он не воспользовался, он вообще занимался тем, что постоянно оскорблял религию, постоянно оскорблял инквизиторов, что это просто человек шел на рожон, в буквальном смысле слова. А так, для большинства людей все закончилось вполне себе спокойно. Как для Галилео Галилея, например. Как для Галилео Галилея, в том числе. Ну, а все-таки, вот интересно-то, вот все-таки сам факт, вот это вот, это же мракобесие. Какие-то ведьмы там, понимаете, колдуны какие-то. Ведь искали колдунов, выявляли связь с этими самыми, с сатаной-то, да? Вот это, кстати, интересная вещь, потому что, если разобраться, окажется, что инквизиторы как раз пытались бороться с поиском ведьм. Вообще, в основном, откуда вся эта штука бралась? В основном она бралась из крестьянских суеверий. То есть крестьяне возбужденные, да, они полуязычники, полухристиане, они, естественно, искали причины каких-то проблем, там, неурожаев и прочее. И все те, кто выделялись на деревья, они пытались их вот выдать за каких-то магов, волшебников и прочее. И, естественно, в этих случаях могла привлекаться инквизиция. Но, насколько я помню, вот в Испании, скажем, инквизиция как раз-таки прекратила процессы над... процесс поиска несчастных там ведьм этих, якобы ведьм, потому что они очень скептично относились к этим обвинениям, которые предъявлялись, основном, со стороны крестьян. Крестьяне жаловались, писали доносы. Вот, пожалуйста, вот этот человек, мы видели, как он совершает какие-то видовские вещи, штуки, шабаш и прочее. Инквизиторы к этому относились очень скептично. Вот у меня была цитата как раз на эту тему в «53 мифы атеизма», да, книга, где как раз я несколько глав посвятил этой проблеме. У меня там была цитата испанского инквизитора, который так прямо и говорил, что нужно прекращать все это мракобесие как раз, поиск ведьм, потому что все это не соответствует действительности, что нам нужно как-то пытаться это все прекратить. Ну, кстати говоря, последнее там вот это вот сожжение ведьм, это было чуть ли не в 19 веке точно. А это уже не инквизиция, это уже протестанты. Это уже протестанты. В Испании протестанты, я вас умолю. Не, в Испании очень рано перестали как раз преследовать. Тут очень часто говорят, что в 19 столетии в США, насколько я помню, сожгли женщину. А в Испании в 16 столетии как раз вот то, о чем я говорил, испанские инквизиторы, это вообще люди-то образованные, это юристы профессиональные. Они прекратили эти процессы довольно рано. Это в Соединенных Штатах, кажется, были видовские процессы еще в 19 столетии. Ну, вот эта вот замечательная ваша королева испанская, как и Изабелла, она же тогда инквизицию натравила на евреев, да, чтобы у них хорошенько денежки потрясти. Вот эти евреи, которые якобы перешли в христианство, что они якобы перешли, что они на самом деле, и вот их оттуда. Ну, у них закончились возможности вести реконкисту, да, Америку еще ей Колумб не открыл, поэтому надо было где-то доставать деньги. Вот решили тряхнуть евреев, крещенных евреев тогда, значит, активно истребляли, и собственность у них отнимали. Это, кстати, любили делать многие правители, в частности Филипп IV Красивый, он так уничтожил орден топлиеров и тех же самых евреев тоже очень сильно ограбил. Филипп IV Красивый, это французский король, да? Да, Филипп IV Красивый, французский король, начало XIV века, это был как раз процесс над топлиерами. Вот очень хорошо, мне очень понравился роман на эту тему, Мариса Дриона как раз. Он написал о Филиппе IV Красивом, там целая биография у него есть. Филипп IV Красивый, да? Был еще Филипп Добрый, это был герцог Бургунский, да? Был еще Людовик Толстый, Людовик Святой, Пипин Короткий. Ну, это был совсем рано, а вот этот вот, значит, Добрый-то, он, значит, как раз это при нем сожгли эту самую Жанну Дарк. Жанну Дарк сожгли за что? За ересь, ее объявили еретичкой? Ее англичане же сожгли, насколько я помню. Бургунцы. Ну, они союзники же англичан были против Франции. Да, 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 ну, потому что англичане как-то в этом стороне остались, да, не хотели. Их сожгли бургунцы, бургунды. А так вообще Жанну Дарк считается, почитается французами святой, национальной героиней святой. Да, но сейчас, по-моему, он признан святой в вашей католической церкви, вот. Такое часто бывает, если есть какое-то почитание на местах, католическая церковь начинает процесс, и, ну, там всегда перед канонизацией исследуют, был ли человек действительно святой, да, достоин канонизации или нет. То есть, бывает, сначала начинается все с народного почитания, а заканчивается уже официальным признанием всей церкви. Так, ну, я так понял, что вот эту вот тему церковь и наука, церковь и что еще там? Ну, собственно, церковь и наука, церковь, и мы ее так потихонечку с вами уже исчерпали, да, раскрыли. А, церковь и гибель восточно-западной римской империи. Сейчас какую тему будем брать? Ну, я предлагал обсудить также вот современную ситуацию, да, в России, обсудить политические сегодня, которые есть у нас в течении, либертарианство, национализм и минорхизм. Можно также социализм обсудить, вот его генезис. Звечательно. Вот тогда я сейчас попрощаюсь с публикой, да, мы с вами выключим и снова включимся. А для публики там пройдет какое-то неопределенное время, да, мы сейчас вот это с вами один кусочек запишем, да. Ну, вот спасибо публике родной за доброту и ласку, что нас послушало. Вот, спасибо гостю моему, спасибо большое. Вот, и публике нашей спасибо, что нас смотрят и иногда поддерживают внизу реквизиты, куда можете нас поддержать. Сейчас я попробую отключиться. Это копа. Продолжение следует...